Депутат Бендерского совета народных депутатов Антона Нуфриенко выступил с инициативой учреждения в Приднестровье символа воли, которым мог бы стать российский триколор. Напомним, ранее подобная инициатива уже рассматривалась Верховным советом, но не набрала необходимого количества голосов. В заявлении народного избранника говорится, что Приднестровье всегда стремилось быть вместе с Россией. Об этом свидетельствуют референдумы 1991 и 2006 года. 17 марта 1991 года на территории Советского Союза состоялся всенародный референдум о сохранении СССР. Несмотря на то, что руководство МССР бойкотировало проведение референдума, на территории Приднестровья референдум состоялся, результатом чего идея сохранения Советского Союза была поддержана 98% граждан, принявших участие в голосовании. Жители Приднестровья фактически однозначно высказали свою позицию, что не хотят жить отдельно от своих братских республик и в первую очередь от России. Несмотря на все усилия по сохранению Советского Союза, государство все же распалось. К великому сожалению, политика двойных стандартов, которые проводят западные страны, повлияла и на геополитическое положение Приднестровья. Несмотря на неоднократные референдумы о независимости, в этом статусе большое международное сообщество нас так и не признало, за исключением ставших нам по-настоящему братскими народами Южной Осетии и Абхазии. Меж тем, на протяжении всех тех лет, которые минули с момента распада СССР, мы, приднестровцы, постоянно ощущали на себе поддержку государства, которое стало преемником Советского Союза, Российской Федерации. Антон Ануфренко отметил, что новый символ будет действовать наряду с атрибутами Приднестровского региона. Также журналисты могли задать любые их интересующие вопросы. На ваш взгляд, что будет ждать Приднестровья, если вдруг все согласятся отмести второй пак российский? Что будет ждать Приднестровья? У любого государства должны быть свои атрибуты. Они у нас есть. Флаг, гимн, герб, полномочный по правам человека и так далее. Мы позиционируем себя, Приднестровская Молдавская Республика, в пророссийском векторе. На наш взгляд, на мой взгляд, чем больше у нас будет дополнительных вот таких атрибутов, символьных точек, вешек, которые будут направлены на еще одно подчеркивание нашей ориентации на восток, мы от этого только выиграем. Вот вернемся к референдуму, который недавно прошел в Гагаузии о вступлении в таможенный союз. Ведь что происходит? Официальные власти Республики Молдова без конца твердят на всех трибунах, что народ Молдовы за европейскую интеграцию, за Евросоюз и так далее. Как проверить, так это или не так? Обычные соцопросы, это можно их в одну сторону, в другую сторону крутить. А когда в Гагаузии третья или четвертая часть Молдовы проводит референдум, пускай юридических последствий от него нет, но пятая часть населения, целый регион Гагаузии уже высказалась, подавляющее большинство высказались за вступление в таможенный союз. А социологическая наука, она показывает, что коль скоро в одном месте локально вот такое высокое мнение, допустим, по вступлению в таможенный союз, то примерно такая же ситуация будет и в целом по всей Молдове. С одной стороны Гагаузия с референдумом, с другой стороны Приднестровье с своими векторными российскими направлениями. И все это позволяет нам удержать в том числе ту же Молдову от этого безумия по вступлению в Европейский союз, потому что это в первую очередь ударит по экономике Приднестровской Молдавской республики. Ну и как следствие качество жизни и так далее. Плюс неизвестно как потом, если так будет сценарий развиваться, свобода передвижения, как там с этими документами, что вправо виза, влево виза. То есть очень много нюансов. Поэтому чем чаще и чем больше мы об этом будем говорить, и чем больше у нас будет символов, атрибутов, которые подчеркивают нашу пророссийскую ориентацию, наше направление, то тем быстрее и тем легче будет нам все вместе добиться какого-то конечного положительного результата, который мы ожидаем. В этом направлении мы знаем, что большую работу проделывает президент, правительство Приднестровской Молдавской республики, таможенный союз, евразийская интеграция. Полагаю, что данная инициатива могла бы послужить некой опорой, что это не только инициатива сверху с правительством, с президентом, а снизу тоже есть такие инициативы, потому что это на самом деле так и есть, это воля народа, требования народа. И если мы все вместе в целом будем двигаться в одном направлении, то это поможет, наверное, и даже в какой-то степени той же Российской Федерации обращать внимание мирового сообщества на то, что, ну посмотрите, там будто они российские флаги, российское законодательство, они ментально с нами, и референдумы. То есть, как гегелинская философия, да, переход количества в качество. Все-таки с юридической точки зрения будет ли законно использовать флаг Российской Федерации, то есть без каких-либо видов изменений, когда нет никаких отличий абсолютно? Ну, вопрос в некоторой степени справедлив, но в то же время, мне кажется, ответ на него уже дан тем, что Верховный Совет по инициативе президента уже принял прямое действие, ну в первом чтении, федерального законодательства Российской Федерации. Насколько это, да, юридически с точки зрения России. Ну, это мы так решили. Понимаете, у нас этого права отобрать никто не может. Могут быть отдельные какие-то взгляды, да, у политиков, допустим, в Российской Федерации, что это целесообразно или это нецелесообразно. Но мы здесь, в первую очередь, должны думать о наших интересах, приднестровских. И здесь время деликатности уже давным-давно прошло. И, кстати, президент Шевчук об этом тоже неоднократно заявлял, что наш путь, это Россия, уже так жестко, да, если до сих пор это так, как-то все, даже времен Смирнова, это было так, ну, с некоторым соблюдением какой-то дипломатической деликатности, то Евгений Васильевич уже так жестко поставил вопрос. Поэтому в этих рамках я не вижу, что должны быть какие-то сложности. Тем более, что, вот мы же говорили здесь в примере, что есть примеры в мире, когда флаги двух государств совпадают. Ну, так исторически получилось. Так исторически получилось, что приднестровский народ ментально вместе с Российской Федерацией. Так исторически получилось, что у нас, сколько я не знаю, там, статистику, больше 150, по-моему, тысяч граждан Российской Федерации, да. А те, у кого нету гражданства, они себя все равно ментально связывают с Российской Федерацией. Поэтому, а сколько родственников у нас, ну, и так далее, и так далее, можно говорить много. Я не думаю, что это может стать препятствием. Это может стать некой такой попыткой отдельных сил, которым, может быть, это не нужно. Апеллировать к этой норме, чтобы не принимать. Знаете, а вот что скажет Россия, а что скажет Георгиевская палата, а что скажет Путин, Медведев, там, и так далее. Может, кто-то скажет, но я больше чем уверен, что официально, конечно, Российская Федерация не будет высказываться. Отдельные, может, какие-то комментарии будут, частные. В целом, полагаю, что инициатива вполне справедливая. Инициатива Антона Ануфриенко будет рассмотрена депутатами городского совета на ближайшей сессии. Из случаев поддержания предполагается вынести ее на рассмотрение Верховным Советом. Ну, хорошо.